как прекрасен этот мир так ну что дорогие друзья спустя большое количество времени я решила выйти в прямой эфир господи что у меня на голове ну да ладно добрый вечер огромное благодарю что ноль людей ответили нет и все ответили да давай наташ прямой эфир привет ребятки волгоград что я совсем разучилась вести прямые эфиры так волгограду привет на сегодняшний день лицо моё так нормально болит очень подбородок благодарствую очень болит у меня подбородок и у меня болит вот это вот скула но ее формировали специальным препаратом еще у меня наручен нарушена дикция поэтому не обращайте внимание у меня этот рот болит внутри все боли тут именно с этой стороны тут более-менее нормально казахстан огромный привет я все вижу ребят мы не были на доме 2 мы были на шоу бородина против бузовой а потом на бб шоу и так прямой эфир всех рада очень вас видеть слышать очень благодарна вам за обратную связь на обещаю исправиться потому что мы сейчас отдыхаем я как говорится попутала день с ночью серьезно попутала мурманск привет значит история такая днем я сплю ночью я бодрствую добрый вечерок ничего не изменилось все так же как и на работе помните машу вам всем машу мои рыбки ненаглядные спасибо большое но все кто со мной давно знают что ресницы я не наращиваю спасибо большое да я буду чаще выходить прямой эфир израиль привет огромный вам боже я когда смотрела что там происходит в израиле мне было реально плохо я там слежу за одной лерой которая в тик токе она там сейчас в израиле она такие вещи показывали они конечно все это прискорбно жалко неприятно страшно но это политикой никуда от нее не убежать благодарствую дорогие друзья объясните мне пожалуйста кто у нас тут продвинутый продвинутый добрый вечер добрый вечер добрый вечер ребят благодарю вас всех то новенький кто со мной давным давно да у меня что-то ничего не висит все нормально о точно наверно дом 2 чоузен спасибо вам огромное за то что вы мне свое время очень сильно помогали во всем заставили меня зарегиться в тик токе и так далее и тому подобное день с ночью я перепутала рассказываю я днем сплю а ночью я буду я смотрю сериалы след детективы суд идиот и так далее что я хотела сказать я уже забыла так кто новенький кто старенький то знает а кто новенький не знает что по поводу ресниц ресницы не наращиваю потому что у меня очень сильная аллергия а ты не летчик а я была так рада всем советую зайти к тане к татьяне светловой в тик ток да у меня очень жуткая аллергия это точно так вот всем советую зайти к татьяне светловой в тик ток на страничку и посмотреть прямой эфир который мы которые мы сегодня с ней проводили это просто апсеком мы там пели в новый микрофон самого начала с вами по сей день спасибо вам огромное анюта веселова 2321 помню я вас помню кирочки пока не будет она дома с мамой да помните да как что я сделала и у меня был просто трындец что у меня было с глазами нью-йорк привет привет огромный нью-йорк так вроде говорят что россия по хоккею выиграла я просто не знаю какой счет наверное 3 2 я так думаю молодец котенок рванул долбанул чемпионат мира проходит оказывается по хоккею до бб закрыли ребят бб закрыли и на этом коротенько . все что закрывается открывается новая так вот я говорю привет из бербиджана передайте мне пожалуйста привет я передаю вам огромный привет да дорогие друзья все хочу вас поздравить тоже с первым днем лета с первым июня с днем защиты детей зайдите к татьяне светловой в тик ток на страничку так набираете тату светло по моему да по моему так и посмотрите пожалуйста прямой эфир вы просто получите массу удовольствия нет не по причине рейтингов зачем вам это надо да я теперь обещаю что я буду почаще выходить прямой эфир обещаю исправлюсь у нас вот еще что чем хотела поговорить на дворе трава на траве дрова так о чем я новые горизонты да я тоже очень люблю лето люблю майку штаны напендрил и рванул как говорится не надо вот это как капуста 155 одежек сегодня у нас отключили горячую воду на дворе 21 век а мы все продолжаем мудохаться в летний период и по моему там еще когда у нас осенью отключают воду спасибо огромное с ковшиками с кастрюльками и с чайничками так вот нам в общем то собственно повезло 31 в 2 часа дня правда как обещали так и исполнили до двух часов дня строго шла вода 31 в 2 часа дня воду отключили теперь ее включат 10 июня ого поздравляю вас с такой огромной датой это здорово ребят пока мы в отпуске потом все узнаете вот на самом деле мне очень удивительно как-то перекрасили перекрым уже давно уже перекрасили сделали оттеночные оттеночные пряди просто не хочу распускать голова мокрая еще а завтра чтобы не мыть я сделаю такую прическу так живенько будет так живенько так я люблю так вот да мыться мы будем теперь ребята по старинке ковшики ведра кастрюльки чайники тазики у меня вопрос я понимаю что в связи с новыми технологиями есть вот эти вот водонагреватели но нельзя ли как бы не прибегать и не покупать водонагреватели благодарствую а внедрить новые технологии в водоканал нет у нас отключает всегда стабильно на 10 дней на какую-то профилактику до 10 числа мы будем мыться к сожалению в тазиках в ведрах и с ковшиком добрый вечерок с чем я нас и поздравляю данных нет нам и дома неплохо надо на природу это хорошо у меня каждый раз когда отключают горячую воду стресс сушки да я сохраню прямой эфир я просто уже отучилась это делать но я постараюсь его сохранить я спрошу как это делается у тани если что вот поэтому многие как-то спокойно к этому относится как относятся а мы живем юго-юго-юго-восток вот у людей а а сейчас и в питере видите отключают и в туле ну в общем короче говоря ребята я не знаю 21 век и так странно конечно мы первые кто полетели в космос а воду у нас отключают каждый сезон на 10 дней шо происходит неужели нельзя как-то это все организовать да я передам конечно огромный привет татьяне португалия привет боже мой где меня только не смотрят португалия израиль нью-йорк казахстан тула волгоград так приятно ребят что вы все со мной дом 2 чё забыла кстати откуда вы откуда в отелях москвы горячего да в отелях есть до 100 процентов яночка шофеева здравствуй моя птичка моя ласточка я тебе напишу все в личку моя любимая яна шофеева зашла дорогие друзья у нас прямом эфире как говорится янка шофеева сама посетила калининград привет мой прямой эфир питер привет на питер замечательный город мы были там неоднократно и вообще мы взяли это за привычку привет настенька германия привет калуга привет германия привет минск привет боже дорогие друзья привет канаш привет мы взяли за привычку приезжать как только у нас появляется свободное время в прекрасный замечательный потрясающий город санкт-петербург я не знаю чем это связано может быть я какая-то зануда но я тем не менее скажу почему дебон такой дебе простить так вот я не знаю чем это связано но я обязательно хочу искать орел питер привет когда я приезжаю питер казань привет вот кстати в казань надо еще съездить я совершенно по-другому себя там начинают ощущать кирочка спасибо огромное все хорошо растет с мамой она у мамы пока все нормально ходит садик все хорошо я по знаку зодиака дева так вот я приезжаю в питер здесь то я раздолбай петрович а в питере мне хочется вести себя так интеллигентно никому не нахамить все так прекрасно все так степенно не знаю с чем это связано вот я совершенно не знаю вроде бы как бы это странно для меня это странно и еще я была очень сильно разочарована в каком состоянии находятся здание исторические здания которые в центре города ну как бы все такое серое пыльная грязная не ухоженная это странно до питерские каникулы точно так и назовем это будет традицией нет мы в мурманске не были ребят мы ехали история была такая я зия же как говорится билетики организовала поезд организовала отель организовала шофеева красотка еще то мой я ее обожаю мы приезжаем на перрон петрович такого я еще раздолбай петрович теперь будете слышать мои крылатые фразы вошли кстати в народ добрый вечерок по кассике вон отседова раздолбай петрович и так далее и тому подобное нет в туле не были мы приезжаем на перрон я сама даже не знала что поезда оказывается москва мурманск проходящий через питер таким образом мы сняли stories и сереженька решился вообще все перепутала взяла билеты не на питер она мурманск и начал меня подкалывать но мы прекрасно тогда съездили нет со стыц и мы не общая не общаюсь со стыц и ряд кто извините на полочке там где красная вазочка валюшка сегодня мы оплачивали квартиру жкх свет и так далее валентина требует эти как называется спасибо огромное за приглашение да кстати мне очень нравится путешествовать по нашим российским городам я вообще обожаю это делать хотели поехать стане в суздаль я иногда говорю своим девочкам когда прощаюсь по кассике да спасибо большое хотя многие меня и не любят за то что я так говорю вам надо уже книгу писать афоризм и благодарствую спасибо насенька своим тоже огромный привет белоруссии были в гомеле нет не были но надо тоже кстати поехать карелия тоже прекрасное место говорят нам потрясающие воздух и потрясающие места мы поехали значит благодарствую мы значит поехали как концерт бузовой волгограде надо спрашивать у тех кто волгограде был я не знаю так мы хотели поехать в суздаль потому что я никогда не была в сумме таня была она говорит наташ надо оккультуриваться я хочу тебя отвезти в суд но естественно машине все я говорю очки перед этим я начала там читать что там есть что там нет но в общем по итогу поехали в ярославль не отвечаешь мне по поводу дебил ойдов а я не пойму о ком речь кто дебил ойд может быть я что-то пропустила перезадайте пожалуйста вопрос у меня от селфи палка я теперь крутая продвинутая мне селенка подарила мы поехали в потрясающий город ярославль ребята а вы да да с ебаровым мы связь поддерживаем конечно а комары сейчас закончится прижать и волгоград спасибо большое рапса лоиды кто это такие о ком речь так у меня челка уже другой дали дали челка я очень люблю путешествовать по россии на машине или позе я очень люблю поезд поезд это вообще мое все мы когда работали круглосуточно на бб и когда я по три недели не выходила из здания и я говорила я уже скоро гавкать и лайт начну у меня было одно желание взять пакет просто пакет пакет накидать там чего-нибудь одну майку одни штаны сесть в поезд поехать туда выйти перейти на другой путь и приехать обратно вот такое у меня было состояние наташ как относишься к новому ведущему дави они когда узнаю только по тому как он приходил к нам и пел как гостя тент и мюзик нормально отношусь почему бы и нет но как бы почему бы и нет а благодарствовать таня говорит тоже тебе наташ идет этот хвост хвост это проще всего заколол и пошел не заморачиваясь вот поехали в ярославль ярославль и тоже очень прекрасно там так много прикольных кафешку них там есть свой арбат первый раз жизни я попробовала там сырный кофе сырный кофе название сырный кофе не означает что этот про кофе из сыра просто такая консистенция как у плавленого сыра но чуть пожиже что-то как-то на экране кстати очень вкусно там готовят но беда одна до ярославля мы ехали прекрасная трасса хорошая дорога м8 по-моему но внутри города дороги ребята добрый вечер вот честно вам говорю добрый вечер у одни горы ямы при горке и так далее это не очень хорошо минутку я я родом из ташкента до ярославль убитые дороги к сожалению даже приезжать его владимир у нас тоже очень красиво обе обе обязательно приедем до кстати владимир да тоже хорошо это вот такие города где вот именно приезжаешь и наполняешься в духовно просто но не знаю как это описать как это объяснить ярославлю мы кстати тоже посетили очень много таких мест и в кремле были прямо там по-другому себя чувствуешь как-то ощущаешь себя другим человеком мы жили кстати прекрасном отеле крым нет не планируем крым там такая дороговизна мама дорогая мы в ярославле вот поехали на машине это они огромное спасибо то небольшой профессионал в этом деле к ленинграде тоже не были мы жили в хорошем отеле причем в обычном номере номер шикарный роскошный номер мне очень нравится когда в номере ванна на мы уходили даже никому не говорили что нам надо убраться нас был обычно не какой-то там не бизнес ничего не помню как это стандарт или так далее у меня подруга недавно была в ташкенте там все так благоустроили говорит прям до в ташкенте давно уже все начали благоустраивать в центре ташкента так там вообще как будто бы в эмиратах там есть такие некоторые подобные здания как в эмиратах вот куда еще посоветуйте калининград не было мы были в центре а в спальных районах еще вот видите в спальных районах еще оказывается хуже да мы там прям я как не помню как называлась гостиница наша забыла ургенч харизм приветствую наташ крым не планируем потому что крым очень дорого очень дорого а здравствуйте если планировать сочи а к нам приезжайте отдыхать северной осетии у нас хорошо горы воздух да спасибо огромное за приглашение на обязательно как только у нас будет возможность вот как только у меня будет возможность я буду ездить вести села на поезд и от москвы до владивостока привет калининград привет калининград вообще говорят у вас там холодно украина привет украина родина нашей мамы девочки в общем много где еще не не побывали да вам надо устроить фан-встречу обязательно что вы фанаты это вообще такие люди мне кажется вот настолько искренние настолько позитивные и добрые что с фанатами нужно встречаться всегда и везде где бы ты ни был это за речь у меня еще подвороток болит потому что фанаты это самые преданные самые доброжелательные люди мое мнение лондон привет беларусь привет город сочи тоже как говорится добрый вечер город сочи цены выше крыши но кто живет там конечно понятное дело и для них это нормально но если приехать туда как бы мне кажется а тем более так как мы привыкли не абы где не абы в каких-то там хостелах то мне кажется это тоже выходит в копейку потому что я смотрю на сайтах как ни странно спасибо огромное как ни странно билеты не подорожали но жилье мама дорогая причем мне кажется жилье в сочи именно отели дорого круглый год летом дорого потому что сезон сентябре дорого потому что бархатный сезон зимой дорого потому что там роза хутор и так далее поэтому там вечно добрый вечерок это точно калининград холодно сегодня был норс погоды спасибо большое обязательно приедем калининград как только мы будем иметь такую возможность и время на это щелку ведь как если сделал на не хотите в мурманскую область кстати в мурманске я смотрю за марго там у вас вообще минус один и шел снег у нас тоже обещают заморозки бюджетно так еще раз приглашаю волгограде бюджетно тепло отдых на волге при этом рядом эльтон практически мертвое море спасибо огромное надо почитать и и обычно как мы куда-то едем начинаю все читать и изучать вплоть до того где какие подушки бетка вот у меня тут а не там делами занимается бетка у меня тут нервы и нервничает вот так по поводу мурманская смотрела буквально позавчера или еще вчера шел снег минус один привет лето в этом году говорят будет очень жаркое лето но судя какой был у нас май я не знаю какое будет жаркое лето потому что у нас сегодня тоже прохладно что моя маленькая моя маленькая бытка моя красавица что такое а чего такое пошла вот так что вот такие вот дела ребят на самом деле еще есть столько мест где мы не были где не была я я не была никогда не была в сочи никогда то не было много раз я не в этом году правда мы уже побывали приезжайте в дагестан на каспийское море будем очень рады благодарствую маленькая европа с ратуши советую спасибо дагестан благодарю бетка классная да она классная она я ее боюсь же север такой у нас летом особо не пахнет а есть это точно я уже смотрю по сторисам марго приезжайте в украину в карпаты в одессу спасибо огромное но как говорится как-то у вас там ехать нам страшновато у вас же по моему страна закрыта мы же не можем к вам приехать морда болит болит морда болит подбородок вот тут вот тоже болит и вот тут все болит челка главное челка в одессе кстати классная была в одессе только до была в одессе и в детстве и уже потом не в детстве вот вот они была в крыму в ялте с мамой с эдгаром я не была белоруссия не было мы как-то собирались с нашим коллективом поехать белоруссию а потом это все прикрылась медным тазом и мы собрались за сутки и поехали в питер ну как обычно добрый вечер я вчера пила обезболивающее сегодня еще не не пила у меня нет в губах миллилитров я губы не колола никогда не кололи радиус подбородок носогубки у меня тут болит от носогубки сюда пошло ну и ботокс все лицо а губы нет у меня губы так что почему что 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 скажите пожалуйста но не знаю по поводу ребят все по поводу косметологии дорогие друзья я вообще ходячая антиреклама для всех косметологов хабаровск привет огромный потому что как только я иду косметологу у меня нет настроения я злая как собака спасибо большое а нет я не буду прививаться я кстати не болела еще короной не дай бог я же хожу везде в масках обрабатываю руки так что вот так когда я прихожу косметологу мне кажется плохо и мне и косметологу тоже потому что я в этот раз я вообще доктора держала за руку за живот отпихивала орала в общем как обычно мат перемат малек потому что мне любая косметологическая процедура больно да к сожалению многие говорят что непонятно да я курю да я курю мне кажется здравствуйте или я здрасте здрасте мне кажется лучше один еще раз родить чем ходить косметологу потому что эти уколы в лицо я всегда говорю почему когда уколы в ягодицу делают грубо говоря в жопу в задницу не так больно когда делают уколы в лицо причем иголки там но кардинально разнятся совершенно другие но это такая боль у меня просто болевой порог такой по моему низкий говорят заниженный или как-то так чем ребят я конечно уколы красоты всем советую но придется потерпеть а так как я хожу это просто адовая дух причем я ничего не могу с собой поделать я начинаю орать непроизвольно потому что я уже знаю что мне сейчас будет больно и больно так что мне будет плохо у меня начинается потом трясти с тела сердце клока клокочет и непроизвольно льются слезы просто я тани говорит аня выключи я не могу это слушать я там а рука ненормальная спасибо большое илюшенька но так зато захейтили меня там у тани на странице сказали что я это делаю все специально вот татьяна васильевна пожалуйста я в этом я в инсте да я плакала а высокий да вы плакали моя швы дорогая спасибо вам огромное я горит плакала вместе с вами не знаю это сик токами у меня есть вот пожалуйста приветствуйте татьяна а я у меня марафон пути к толку и у меня сегодня была вторая лекция и я сейчас как раз занималась и у меня была вторая лекция пути к толку я щас сидел в марафоне и это мы к этому было закрыто в комнате так в эти ну и того надо на старте интересно ну конечно грузилова даба и познавать не 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 пусть идут на уколы красоты кто но это мы про уколы красоты говорили а ночью люди спрашивают как у вас там лицо вот поздравляю с обучением тебе спасибо большое спасибо у меня видишь как раз вот тебе пишут люди вопросы вот у тебя вопросики висит ну тебе вопрос задает человек оставь ответь потом уберешь твое мнение сегодняшней жизни что такое что за марафон вот боже как соскучились по вам татьяна вы ушли сразу быстренько покинули смотрите марафон у меня по тик ток у 10-дневный марафон я купила вип-тариф для того чтобы обучиться всем премудростям монтажным программам а спасибо большое для того чтобы обучиться вообще полностью как бы из чего состоит эта сеть что instagram не изведан изведенная социальная сеть а тик ток нет плюс я должна ее полностью изучить как монтировать как снимать тик токи я уже все теперь знаю плюс дополнительные программы плюс когда бай когда выкладывать видео какие должны быть видео в каком контексте снимать как сценарно это все выстраивать а вот да то есть за что банят тик токи ну то есть у нас 10-дневный марафон сегодня опять вот с ксения сегодня четвертый день еще шесть дней марафона вот но у меня как бы более-менее на активно там все это продвигается подписывайтесь на мой тик ток переходите от наташи ко мне подписывайтесь на мой тик ток следите там за моей жизнью там будет реалити обо мне реалити обо мне и собственно говоря советы не просто советы конкретные действия как стать популярным как попасть в телек и еще я создам свой youtube канал где у меня будет интереснейшие темы вот так что заходите смотрите и собственно говоря если есть какие-то вопросы отвечу на все касаемо относительно тик тока в том числе потому что на самом деле тик ток это не просто приколдесса там есть определенные алгоритмы по которым нужно действовать друзья мои иначе ничего не получится у не так много подписчиков там как у наташи но у меня планомерно все это дело развивается я думаю что зажигай зажигай стиле диска зажигай часто здесь я полу на вы смотрят они порадуются а вот у вас так лицо схуднула так я на 3кг похуднула ребят я вам повторяю я вам говорила до этого переходите к тик ток и смотрите сегодня мы проводили с ней прямой эфир там реально обоссаться можно честное слово светлана на здоровье было бы классно если бы на youtube открыли бы оковки и у владика будет свой youtube канал но у владика свой youtube канал относительно психологии будет до психотерапии и так далее но у меня такой нудятины не будет у меня там будет все безумно интересно поверьте мне и скоро вас ждет очень много интересного скоро у нас вообще будет свое шоу пока вас не было нас пригласили в осетию ленинград волгоград да ты знаешь нас куда только не приглашали за на я тут рассказывала про пить так понятно каждый занят у нас своим делом я в прямом таня в тик токе меня кстати последнее время платформа тик тока стала подбешивать выставила видео они его закрыли видео нормально где была у косметолога просто мои эмоции да ребят я курю обычные сигареты кайкосу я отношусь вообще ну мне как бы все равно на айкос айкос я не буду там перед этим задавали вопросы я пробовала его курить втихаря курила в отеле но айкос это совершенно не моя история айкос мне воняет каким-то говнищем пердежом я не могу это курить поэтому я курю приветики приветики поэтому я курю обычные сигареты и еще я курю вот такие вот истории это вот в комнате наши мужики еще не родились я вам так сказать поэтому да скоро у нас будет свое шоу на ю тубе ждите дорогие друзья что у меня башка разболелась вот по поводу что-то я хотела трендануть наташа соберись давно не проводила прямые эфиры все одно второе третье и забыла чего же хотела да по поводу айкоса это просто редкостное говнище мы когда работали у нас айкос курил ашотик если вы помните кто со мной давно ашотик это тот мальчик которого я все время учила узбекскому языку так вот он когда закуривал этот айкос я ему говорила ашот что происходит не чит зелень тут что не застрел я грешок что происходит почему от тебя так воняет пердежом а если честно говоря воняет кого-то обосрался он мне дать на то что чё армения привет привет спасибо большое вот поэтому мне говорил на то что что это же айкос я курю айкос я говорю ашот срочно бросай потому что от тебя воняет как ты обосрался по итогу он бросил поток спустя много много времени вот но кроме айкоса я еще что-то я еще хотела дорогие друзья мы сейчас находимся в законном отпуске которого у нас не было очень долго именно такого отпуска на релаксе релакс релаксонем за времен отпуска мы уже побывали где мы только не побывали что мы только не переделали бедный ашот почему это он бедный нет ничего подобного он когда начинал вот это закуривать мне было за него страшно я говорю какая девка с тобой будет встречаться говно воняет я еще то приколистка да не пахнет придержим спасибо вам большое дорогие друзья кто говорит что меня так не хватает но в один момент мне показалось что у меня так много и поэтому я перестал выходить в прямые эфиры а если честно я в эфире перестала выходить когда накрыла нас вот это вот первая волна пандемии мне казалось что мои прямые эфиры очень смешные поэтому людям сейчас совершенно не до позитива что не застряла зелень какая-то когда ладно да тоже согласна хорошо когда есть на что гулять но ребята у нас же народ какой мы русские какие мы берем кредиты и гуляем и все гуляй рванина чё еще хотел сказать вот прям перед этим хотя на что есть гулять вот ребят я конечно может быть и отстала от цивилизации но я не как вам положено еще месяца три атаку чего да я буду выставлять побольше stories обещаю и буду почаще выходить в прямые эфиры дорогие мои подписчики я считаю что я отстала от бесит меня от этот херня я немножечко отстала я прошу у вас помощи помогите мне понять для себя кто такой азамат айталии объясните мне пожалуйста в чем прикол я не знаю кто такой азамат айталии может быть это стыдно может быть это странно наверно это так но объясните мне кто это такой кто этот человек этот человек выходит в прямые эфиры у себя в тиктоке сидит и молчит что и все от этого ну как бы а он юморист квн понятно но я квн не смотрю поэтому я и видимо пропустила ну это нормально что ты за манижу болел я тоже за нее болела ну судя какой он популярный он наверное не должен знать кто я потому что я не так популярна как он пока но он видимо такой популярный блогер это тикток блогер тиктока он настолько популярен просто просто я не понимаю чем он популярен и откуда он в принципе взялся со своей популярностью но ведь и люди пишут что он юморист из квн теперь понятно первый канал и так далее там упаду но его уникум в том что он сидит в прямом эфире и просто молчит просто и сыпется там ему вопросы он просто молчит нет а за мат не тот который ведет шоу логика а благодарствую я кстати тоже его не знала но вот эти вот в тиктоке приколы азамат 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 а кто такой азамат айталиф азамат 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 я тогда задалась вопросом и хотела понять для себя кто этот человек теперь я понимаю кто этот человек конечно большой человек оттуда пришел с квн первый канал он и молчать может у себя в прямых эфирах правильно и не надо ему ничего говорить но то что он из казахстана я поняла ведь какую я рекламу у себя прямом эфире на азамат это дала чего чего капец то капец азамат азамат айталиф азамат 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 да возможно он прикольный да может быть это и не новая звезда звезда тиктока а что вас так беспокоит на кого мы будем устраиваться на дядю на тетю на петю вы расслабьтесь расслабьтесь расслабьте булочки свои расслабьте милая моя но учитывая то что он выходит в прямой эфир и просто молчит а у него там очень много очень много поклонников и так далее так далее я просто тупо не понимала кто этот человек откуда он вообще пришел а к сон оттуда пришел большой человек теперь понятно переделаю выводы что ему в своих прямых эфирах и помолчать можно но я бы уже был давным-давно на первом и потом я бы не так популярен в тиктоке как азамат вы что азамат уже по моему все тикток дома объездил наташа так измелись лучшую сторону про спасибо вам огромное благодарствую я про то что капец какие песни только не придумают да это точно азамат хореограф нет нет это не тот азамат надо мне тоже прочитать он что хореограф еще понятно но раз он хореограф и тогда понятно как он а вы про другого имели ввиду все я поняла вы наверное имели ввиду про того азамата который вот в логику ведет от меня ресницы с дембриле ну дула музыкальная интуиция да 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 который все вот это вот рассказывает как они женой в каземяках жили господи как его фамилия то тнтшник азамат да господин ебаров он везде от него фиг когда избавишься это точно рассказываю ребят кто вновь присоединился пока мы в отпуске что-то голова разболелась азамат мусагали водка камазяк вот камазяк точно я когда слушаю и вижу их нарезки в тик токе и когда он у него каждая история начинается когда мы были в камазяках или когда мы ехали в камазяки то просто обоссаться можно сейчас идет мой любимый фильм как вы думаете какой след конечно сегодня будет у нас очень шикарная ночка спать мы не будем потому что завтра у нас рано дела кто еще может посоветовать хорошие города где можно хорошо отдохнуть любовь и голуби это вообще мой любимый фильм я по-моему роль главной героини знаю наизусть в камазяках да камазяках то есть так вот оказывается ребят меня там у таня на странице посмотрите зайдите под моим видео она выставила написали что я притворяюсь что я специально это делаю для контента где я косметолога ору приезжайте в к нас в краснодар кстати у нас прямом эфире находится санжар который был у нас на программе с ириной костылевой спасибо за приглашение дагестан пятигорск все юг все прекрасные места краснодаре наверно также дорого как и в сочи я так предполагаю нет мой любим странно вы вроде бы не стар олегович со мной давно но так и не поняли и не помните это печально что мои любимые фильмы это след детективы суд идет приезжает приезжайте в армении очень много отдыхающих будете гостить у меня спасибо огромное во-первых я не знаю открыта ли армения не а не смотрела открыта ли армения связи с ковидными ограничениями это первое во вторых кто новенький на моей странице наверное не знает что у меня же нет загранпаспорта вы представляете у меня нет загранпаспорта потому что я как-то не считаю нужным его делать это первое второе он меня был он меня просрочился а второе вы не поверите я никогда нигде не отдыхала за границей вы не поверите это просто абсурд да у меня даже электронка под цвет волос это точно вот единственная где я была за границей это в пакистане когда жила там полгода все расскажите лучше тайны звезд или спредни это еще все впереди ребята это будет однозначно не в прямом эфире она очень интересной программе наболели в той в тайна вряд ли там наверно еда невкусная любимая моя на певица да ну не только алла пугачева аллегрова успенская и так далее и тому подобное хотя пугачевой нет далее подобных это точно да это правда в пакистане станет жила в городе лахор мы ездили туда я мама и папа по семейным обстоятельствам жила я там полгода лахор это 30 километров по моему от границы с индией вот вкусная еда да а я вообще не в не знаю таиланд тай и вали открыты сейчас из-за ковида да к этой хрени меня там на зубах ташкенте круто да я согласна в ташкенте очень круто начиная от погоды заканчивая качеством отдыха какая там ташкенте еда боже мама дорогая с прививками можно а ну почему сразу родители состоятельные обычные родители нет лялю размахова не слушала это что шансон я очень люблю шансон а ты летчик а я была так ура кто это машка распутину поют а вот сейчас начались детективы это все пятый канал ребята пятый канал это строго до пяти утра после пяти утра начинается домашний канал суд идет поэтому вот так другие фильмы я вообще не смотрю плов шашлык вообще обязательно еще и в ташкент и в самарканд самарканде вообще тоже круто нет я лялю вот эту вот как вы там написали ляля не слушала вы даже не знаю кто это для меня существует одна я от вас уйти не могу подъем 6 утра в 6 30 утра подъем вам нужно спать я только в это время начинаю засыпать но сейчас к сожалению я начинаю спать в восемь в девять да мне юриспруденция по душе естественно что у меня тут зубах я ела вот эти семена чей так вот о чем а для меня певица шансон это люба успенская хотя сейчас она тоже уже добрый вечер сейчас секунду наташ у нас открыто и все приезжает без загранпаспорта все очень вкусно классная природа это где это где у вас открыто не хотели бы нарастить ресницы вам идет эта маска ребятки смотрите вы видимо со мной недавно и не знаете я своей жизни наращивала ресницы три раза значит три раза это был адовый адок через три дня я ресницы снимала у меня жуткая аллергия у меня сразу начинает слезится глаза текут чешутся белки становятся огненно красными третий раз я наращивала ресницы мастер сказала антиаллергенным клеем но ни хера подобного еще было хуже я не могу смотреть у меня все колит печет течет болит поэтому а в армению без заграника можно лететь да вы что быть такого не могет по поводу успенской наконец прямой эфир только проснулся по поводу успенской честно говоря она для меня естественно была есть и будет номер один но я говорю как я вижу и как я слышу я человек с идеальным слухом с идеальным люба уже не то под фанеру да везде первое но взять по чесноку уже не то честно говорю пусть на меня там убежаются хейтит ну вот честно мне много лет не переживать я живу уже очень давно я столько видела в своей жизни мама дорогая но увидите это все равно что сейчас бы начала петь алла борисовна пугачева я когда начинаю слушать любовь успенскую мне становится плохо хотя может быть я ошибаюсь но я так вижу и я так слышу да она выглядит идеально роскошно шикарно фигура у нее хорошее все но пение и дикция к сожалению что-то ее подводит возможно неправильно вставленные зубы очень слышно дефект речи я так слышу соответственно дальше все вместе взаимосвязано звуки слова шипящие и так далее пусть люди меня закидают да мои показики то это вообще я же человек простой спасибо вам огромное ребят мне очень приятно что вы залипаете на мои прямые эфиры хотя обратите внимание я говорю ни о чем просто говорю то что у меня в голове я не делаюсь я не манерюсь я не наряжаюсь я не сижу там все так интеллигентка как было так как хожу дома так и вышло все чего его выпендриваться вот видите какие цены как все подражал да по поводу цен подорожало все так честно говоря я не знаю куда еще дальше дорожает все дорожает и дорожает а сейчас еще тем более говорят что вот я слышала по телевизору с 1 июля еще на 6 процентов все подражает свет подорожает странно все дорожает а воду отключает горячую на десять танцы в трусиках в трусиках в трусиках спокойной ночи для того чтобы посмотреть как мы поем мы же купили себе микрофон заходите к тане на страницу в тик ток и посмотрите наш совместный прямой эфир вы обосытесь просто завтрашнего дня на 20 процентов и понеслось вот вот пожалуйста вам пожалуйста да все стало очень дорого на сегодняшний день тысячи рублей это ни о чем просто ни о чем моя не знаю и это печально это расстраивает и убивает квартплата дорожает продукты дорожают электроэнергия дорожает уровень жизни как был так и остается зарплаты как были так и остаются каждый как может так и крутится люди живут в кредиты живут в долгах как шелках но при этом я вот как не посмотрю обычная статистическая семья они позволяют себе ездить вот в тот же крым в те же сочи где безумно дорого но мне так кажется для меня это очень дорого я считаю поехать в сочи так как я люблю поехать да это пугает я с вами совершенно согласна так как я люблю поехать не абы как для меня это дорого не знаю может быть надо как-то попроще но я попроще не хочу я не хочу приехать в сочи снимать там какую-то квартиру 18 квадратных метров в чем-то себя ущемлять и так далее 1000 рублей это 360 гривен так это было ни о чем что простите сахар сегодняшнего дня сахар сказали свободная цена будет зашибись а знаете почему потому что идет сезон варенья как только у нас начинается варенье варка начинается свободная цена на сахар вот вам пожалуйста если начну говорить про цены это просто да вот видите ли я так считаю что дешевле конечно отдыхать в турции нежели в сочи и там конечно уровень обслуживания классом ну порядка на 3-4 выше потому что то что заявляет в россии 4 звезды ребят давайте не будем смешить лошадей совершенно не относятся к четырем звездам хотя мне нет как бы альтернативы судить потому что никогда не отдыхала за границу но я знаю по рассказам таня отдыхала за границей многие знакомые которые рассказывают что наш отдых и отдых за границей это две разные вещи да конечно вот вот и я так считаю небо и земля таня ушла дела у нее какие-то она там у себя в комнате лесбеткой занимается не знаю где-то там вот поэтому да надо жить экономно я согласна но иногда знаете вот я смотрю и думаю иногда мне приходят такие такие мысли ты стоишь перед выбором купить тебе туалетную бумагу образно блок или ту же курицу купить тебе бумагу чтобы жопу подтирать или купить курицу чтобы ее поесть а жопу потирать уже хрен с ним пойдешь помоешь но то есть совершенно я как не приду в магазин опять дура опять дорожает крыму обалденно очень мечтаю вновь да мы живем втроем таня мама я у меня есть еще своя квартира в однокомнатная воскресенске но так нам сейчас удобно и и как бы нам так удобно и мы живем мы всегда тут жили наташа как ваша мама как здоровье спасибо большое мама нормально мама восстановилась хорошо после операции которая была у нее экстренная вот спасибо огромное хорошо себя чувствует все более-менее но она конечно бережет себя потому что тоже старается мало куда выходить потому что так же как и я слава богу не болела к видом вот насколько то не переболела к видом и все да коронавирус конечно с точностью да наоборот поменял жизнь всех я считаю людей всех без исключения однозначно что было до и потом резко раз и после и вот это после началось ребят по поводу бузовой оли меня ну зачем вы спрашиваете если есть общая статистика общее общей статьи где это все написано и так далее тому подобное новое поверьте мне ничего не скажу по поводу этого без обид мама это модница а вы не хотите есть да я такая это факт я причем вот так встала и пошла а чё его ждать встала и пошла я не обижаюсь это же правда это так и есть мне интересно если я также как азамата италии буду молчать все прямом эфире меня много людей будут смотреть просто мне интересный феномен этого человека я кстати еще начну проводить прямые эфиры в тик токи наверное а вы замужем да я была замужем два раза конечно конечно ребят я конечно думала что манижа займет хотя бы пятое место я долго нет они не спать легла вы что я долго смеялась когда вы сопротивление то не оказывали нет таня в такое время спать не может она просто не может себе этого позволить вы что корона поломала мою жизнь я медик но решила больше не работать по специальности боюсь заразить домашних да я прекрасно понимаю да не на кухне но смотрите вы побоялись заразить домашних а также вы наверное за свою жизнь тоже боитесь поэтому какой-то из моментов перед вами стал выбор и вам нужно было его сделать и возможно вы сделали правильный выбор почему бы и нет у каждого человека есть право выбора я всегда так говорю да да нет нет 3 не дано таня наверно на кухне прямой эфир ведет да у меня самсунг я вообще человек человек не айфонов я айфоны не люблю у меня самсунг пока сики пока сики я айфоны не люблю это вообще не мой телефон абсолютно благодарствую будете медитировать да для меня тоже вставать рано это адовый адок но тем не менее человек то как я говорю человек такое животное которое ко всему привыкает уже это делается на автомате когда выработано время выработан режим на татьяна вас тут спрашивают где вы таня горитом на кухне наверно чем делать пришла с беткой татьяна я там это смотрел тик ток но не смотрела там кое-что вот пожалуйста пришла татьяна танюшечка ну что моя сладенькая тебя тоже хотят там увидеть так оля так не ложись вообще оля так не ложись вот эти титич да татар майя татар майя татар майя т тверь привет нас кстати приглашали в ту приветик тверь в армению нас приглашают и пишут что в армению поехать не нужен загранпаспорт татьяна я тут говорю что вы так рано не ложитесь и вызывайте успокойтесь почему я сладенькая козявочка нашу покажи все дело в том что дорогие друзья у нас тут стоит дорожка видите беговая тебя никто не снимает который мы планируем когда-нибудь уже побежать что ты вдруг она что решила лай выпендриваться да она хочет бетечка смотри на моих подписчиков скажи подписчики привет скажи я скажи ты же образованный скажи подписчики привет девочки доброй ночи рада вас видеть здравствуйте здравствуйте кто это на здравствуйте здравствуйте как там дела на кухне ела небось а я не на кухне была я была в комнате в своей я там тик током занималась у татьяны сейчас платформа тик ток сценарий писала я только тик ток а сценарий больше ничего кроме тик да и вы видите я из инсты пропала вообще добрый вечер вечерок вечеручек вечерок странно хотя бы раньше инсты дива инсты дива но я завтра вы уже начну я просто это у нас вообще весь режим и график сбился окончательно и бесповоротно можно сюда сядь ага сяду я сяду мне нормально классная собачка спасибо ела небось хомячила нет она сейчас на такой строжайшей диете сейчас чтобы понимали то не ест одни семена и зерна и собраны из земли и зелень у меня кстати разболелась очень сильно голова жрать хочешь перестрой себя перестрой обратите внимание на этот на что перестрой себя перестрой себя не надо думать о том что но зачем но я не на себя показывает что к меня надо себя перестраивать это легко сказать так за собачку особо лацк лайк 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 нас еще приглашали в минск в гоме тверь волгоград прикольно вологда 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 где же ты где вологда вологда где 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 там где где лесной палисад блях муха цкатуха позолочная так вот в армению говорит девушка что можно лететь так по паспорту рф серьезно да мне надо кстати зайти и прогуглить как по каким документам можно прилететь в армению слушайте я была в армении в ереване вообще на играла конечно на гастролях на и крутейший города просто бомба вообще у вас просто красота красота красотинушка мистер олегович . я вам могу сказать сто процентов что нет интересно таня травку курила убежден что да нет странно что про меня а что за вопрос такой вы дружно живете татьяна васильна конечно а что за вопрос такой стран да короче ему делать нечего он такой приколи самое главное не быть вначале в абхазии они в абхазии не было я добрый ночь привет ростов-на-дону вы таких ростов привет привет ростов я тоже была одесса мама ростов папа неоднократно неоднократно в ростове на дону за хватит и как там в ростове шикарно я считаю там вообще курортный город но я я так считаю да конечно там вообще шикарно давай обойти игрушку мне давай 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 а где до дороже у нас у меня кстати тут был этот ой на твой любимый кто санжар серьезно а где кстати где вы сейчас работать я же вам говорю мы в отпуске в заслуженном и работаем и в отпуске когда начнем работать по вас оповестим поверьте вы знаете об этом своих социальных сетей в первых рядах зачем можно вы узнаете об этом первыми дорогие друзья скажите мне пожалуйста где дешевле в ростове краснодаре сочи или в ялте в ростове краснодаре наверно краснодар Ростовтея Сочи Ялта это что такое бляха мухо цокотухо позолоченное брюхо? где же ты где не наглядно и где волок где 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 волок где там где где лесной полисат в чём дело бляха мухо цокотухо позолоченное брюха. Муха поплю пошла, муха денежку нашла. Пошла муху на базар, купила самовар. Мы очень рады за Нидерланды. И за близлежащие страны. И прилежащие к ним территории. Я сегодня прошла лекцию по тиктоку и узнала о том, что если вести прямые эфиры в тиктоке, и там будет использоваться музыка на заднем плане, например, которая нет в библиотеке, в медиатеке тиктока. Или же петь, как мы с тобой сегодня пели. Я так полагаю, что то, что мы сегодня с тобой пели, в принципе, всего большого счета есть в тиктоке. Так вот, если этого всего нет в медиатеке тиктока, ваш эфир могут забанить. И забанить навсегда. Вы не сможете вести прямые эфиры. Да, там очень много этих правил, сообщества, их нужно все читать. Удали нафиг прямые эфиры. Зачем? У меня он обрабатывался довольно долго. Я же зайти не могла. Черное было. Это они проверяли. Я думаю, что это все есть в тиктоке. Не, ну там по-любому Аполлоновы есть, потому что... Очень странно. Она со мной, она со мной. Ляхмух, цикатуха, позолоченное брюхо. Господи, вообще, я так смотрю, что инстаграм, что тикток, так много каких-то глупых ограничений. Нет, в инстаграме такого нет. Вот в инстаграме, например, можно в инсте проводить розыгрыши, марафоне в прямом эфире, да, дарить подарки, что-то рекламировать и также дарить. А в тиктоке, например, в прямом эфире этого делать нельзя. Котички тоже забавить навсегда. Дорогие друзья, к нам в прямой эфир присоединилась Юлечка Жукова. Юлек, привет! Питер! Боже мой, Юлечка! Как ваши дела, дорогая моя? Привет! Я кому-то, цикатуха, позолоченное брюхо. Как дела? Сколько долго? Даже все дешево сейчас. Сезон овощей и все грядки. Блях, мух, цикатуха, позолоченное брюхо. Юлечка, как ваши дела? Как Игорек? Я смотрю за вами, слежу. Как там Питер? Они разве в Питере? Они в Питере, да. Они в сентябре только собираются в Сочи. Молодцы, кстати. Они так дружно живут с Игорем. Игорек, дома по хозяйству? Наверное. Блях, мух, цикатуха, позолоченное брюхо. Ой, Юлек, мы тоже по тебе очень, по вас очень сильно скучаем. Юля, так надо встречаться, чтобы не скучать. Приезжайте в Москву, и мы с вами встретимся. А, и еще момент, момент умора, блях, мух, цикатуха, позолоченное брюхо. А мы вот в Питер собираемся. Как вот вам соберемся, мы вам напишем. Надо обязательно встречаться и потусить. В одном из ваших клубов прикольных под названием «Адмирал». Адмирал, очень такой уровневый клуб. Скоро в Сочи едут. Молодцы. Ну, скоро они едут в Сочи, в сентябре. Вот я же говорю, Игорь готовит ужин. Да, он по хозяйству, молодец. В сентябре, ну в сентябре, это понятно. В Москве будет, и мы вам напишем обязательно. А когда вы в Москву собираетесь, ребята? А мы в Питер уедем, например, в этот момент. Дорогие друзья, давайте определимся. По-добренькому, Юлька. Вы когда собираетесь в Москву? Потому что мы собираемся скоро в Питер, да? Ты вообще почему говоришь и показываешь меня? Потому что я хочу. Блях, муха, цикотуха, позолоченное брюхо. Я сейчас вся в ТикТоке, в Инсте. Но я честно вам скажу, что я, конечно, с завтрашнего дня все начинаю в Инсте тоже появляться, потому что это не дело. Это вообще не дело. Меня поглотил ТикТок. В июне они собираются. Просто поглотил. Татьяна, перестаньте со своей мухой цикотухой. А у меня тоже это зацепилось у меня. Муха популя пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар, купил самовар. Это тоже кто-то в ТикТоке говорил. Да что ж случилось? Кто-то там упал или что? Да блях, муха, цикотуха, позолоченное брюхо. Так вот, дорогие друзья, сейчас мы этот вопрос, который я задавала вам, зададим Тане. Таня, скажи, пожалуйста, в чем популярность и секрет Азамата Айталиева? Азамат, 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 Азамат. Кто этот человек, который сидит в прямых эфирах, молчит, а ему сыпется миллиард смс-ок? А он просто молчит. Ну, во-первых, начнем с того, что он блогер, ну, блогер, понятное дело, тиктокер. Он хореограф? Да. Ну, значит, он хореограф, еще танцует хорошо. Он самый позитивный, ну, в ТикТоке он позиционирует не как хореограф, а как самый позитивный блогер и парень. Вот. И его популярность в том, что он нестандартный, харизматичный, необычный, и в том, что у него есть некий дефект, но это не дефект, а это в данном случае его преимущество, потому что он отличается от других, это я уже вам как продюсер говорю, который цепляет, потому что много одинаковых обычных людей, которые ничем не цепляют. А вот этот вот его немножко картавость, вот эта вот его подача детская, такая инфантильная вроде бы с виду, это некий такой, как я понимаю, дефект речи просто. Это людей цепляет. Плюс то, что он очень позитивный чувак, танцует, поет, веселится, а это и нужно для поднятия настроения людям. Но на самом деле не так все радужно, как вам кажется. Вы тут недавно видели, как он общается с своими поклонниками, как, да, его просят сделать фото. Поэтому, значит, я скажу вам так, есть иногда некое несоответствие. Не верьте всему тому, что выдают вам в телике вот так вот на ладошке, а вы это все хаваете, и думаете, что так и есть на самом деле. По факту в обертке может быть совсем гнилая конфетка. Иными словами, дорогие друзья, все вранье. Бэтка пошла на балкон. Все, ей не нравится, когда она жутко не любит, когда работает телефон. Причем она думает, что я ее снимаю и бегаю за ней, но дело в том, что у меня просто селфи палка. Бэтечка, ты зачем пошла туда? Не сожри там ничего мне! Господи, да что там жрать-то? Она подавилась? Там чистота, порядок. Чистота, не чистота. Нашла и подавилась чем-то. У меня очень начинает болеть лицо. Ты серьезно? Вы о ком говорили, я только зашла. Вы знаете, вы ничего не потеряли, потому что когда вы были и ушли, в тот момент, когда бы вы были, я тоже говорила об этом же человеке в начале, под середину своего прямого эфира. Про какого? Я так понимаю, что в своем прямом эфире я дала офигенную рекламу Азамату Айталиеву, потому что 98% моих подписчиков его не знали так же, как и я. Зачем ты рекламируешь его? Для чего? Я просто спросила, ребята, вы знаете, в чем уникальность этого человека? Ну, уникальность вот в этом. Плюс в том, что он, ну, наверное, у него есть профессия, но я на него подписала, потому что мне понравилось. Вообще он странный, какой-то смешной, такой типа а-ля клоун, но в хорошем смысле. Ну и так вот это вот мне понравилось. На самом деле меня зацепила вот эта музыка его. Азамат, 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 Айталиев, и все. А потом я уже на нее подписалась. Это называется и тут Татьяна понесла. А как мы пели сегодня? Я всем говорю, заходите к Тане в тиктокную страничку и смотрите прямой эфир. Там просто абсикон. Эфир был бомба. Как мы пели в микрофон, в караоке. А ты не летчика. Я была так рада. Любить героя из летного отряда и так далее. А я по полю да по полюшку. Приду к тебе. А я по полю да по полюшку. Приду к тебе за тысячу мерз. Вот это все. Очень жарко. Зажгай, зажгай. В ритме диска зажгай. И давай не отставай. Давай, 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 давай. Кстати, нам и полону тоже доставать. Бесплатную рекламу. Вы видели, какая у нас есть игрушка? Восьмидесятые, девяносто нулевые десятые. Давай, 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 не отставай. Странный вопрос. Боже, что я тут делаю? Анюта Петров, 19, нижнее подчеркивание, 23. Вы, по-моему, древний мой подписчик. Странный, странный. Что я тут делаю? Ну, выходи, если тут ничего не делаешь, господи. Реву. Кто тебя тут? Нестер Олегович, это понятное дело, это приколист, который... Ничего себе, девочка я. Он в своё время закидывал меня в директе своими вопросами и подколами. Молодой парень, которому я не отвечала, а он так нагло говорит мне, ты, ты, ну, я подумала, ладно, позволю тебе так уж и быть. Бетка вся на нервиках. Хочет, чтобы Таня ушла от меня в свою комнату. Она такая собственница просто. Она очень болит будет. А ты покажи видео людям. В прямом эфире. Чтобы они охренели. Они, я сказала, чтобы они к тебе заходили и у тебя смотрели. Наташа, вы такая спокойная, а сестра у вас... Да, Татьяна Васильевна тоже как бы очень... Сестра у меня какая? Ты. Нет, они пишут, а сестра у вас какая? Закрытая. Да, я такая. И ржачный смайлик. Наташа, кстати, неспокойная. Это вам так кажется. Она даже гораздо смешнее, чем я. И вы 80-е, нулевые 90-е. Давай. Давай, давай, не отставай. Ну ты что? Еще раз собралась лаять. Так, растерну ногу, посмотри. Письма. Ну здрасте, я со всеми на ты. Даже с Манижей и с Джамалом. Ну и что? Действительно. И что это? Даже с Манижей и с Джамалом. А у нас в прямом эфире Настя. Какая? И Ордан. О, привет, Настюха! Настюха, а тебе... Азват, 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 азват. Привет от Тани. Так я пошла, кстати. Анастейшн, как дела? Всем пока. Калей сан, калей сыс. Якшему сыс? Ты узбекский, я надеюсь, выучила. Добрый вечерок, как говорится. Конечно. Настюха, а ты что не спишь? Ты обычно рано ложишься. У тебя режим. Супер все, молодец, умничка. Отдыхаешь? Я надеюсь. Ответь мне. Ты отдыхаешь, я надеюсь? Я надеюсь. Мы нормально тоже, на кайфах. А, мы с Пики в кино были. Молодцы, молодцы. Пики, передавай огромный привет. Ребят, отвечаю, отдыхаю. Молодчина. Умничка. Так и надо. Так и надо. Потому что впереди нас ждут большие дела. Ребят, отвечаю вам на вопрос. Нет, я не общаюсь с Олей. На этом коротенько точка. Т, ч, к, з, п, т, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ты не летчик. А я была так рада любить героя Из летного отряда Что-то Настюха пропала, вышла, наверное. Мы недавно слушали твои песни. Умничка! Мы недавно ездили в Мещерский лес, гуляли там. Там такая офигенная природа. Хотела сказать погода. Добрый вечер. Обалденная природа. Настолько все культурно, чистенько, красиво. Правда, вот это озеро, которое там было, как болото. Что у тебя за новая курилка? А у меня вот эта курилка. Это мне Кошкина принесла. На Брянскую похоже. Все говорили мне, что я брянская мама или сестра. Вот еще вот тут такая. Видишь, на подмогу. Скажи мне, пожалуйста, как там Камила и Лейла? Ну, в общем, ты поняла. Максут и Сабринг. Спиритический сеанс. Ебануться можно. Это что, блядь? Что вы там делали на этом сеансе? Что вы там смотрели? На ночь глядя. Слушай, а пике Сабринг-то в Дубаях была? Ну и как там? Что говорит? Все хорошо? Жениха не нашлась я в Дубаях? В общем, я тут вся обложилась курилками. Параллельно у меня фоном идут мои любимые детективы. Все хорошо. Камила была в Питере. У сестры Лейла готовит, как обычно. Понятно. Теперь про пики Дубаи. Я тоже была удивлена, что она поехала в Дубай. Ну, девочка захотела, девочка сделала. Реветь не надо, нужно смеяться, нужно заряжаться позитивом. Я же несу позитив, добро. Вот Настя не даст соврать. Она как ни тот, другой среди вас всех меня знает. Ну, правда, Юля Жукова тоже меня знает. Кто такая пики? Пики – это пикинесс. Пики – это Зарина. Почему, дорогие друзья, для меня это не время? Спать в час ночи – это в два. Но она к нашей подруге… А, понятно, понятно. Хотя говорила, денег нет, денег нет, я никуда не поеду. Я максимум, куда поеду, это на дачу к друзьям. И то я подумаю, потому что денег нет, денег нет. Видать, взяла кредит и рванула, как все. Молодец, жизнь одна. Кайфуйте. Правильно. След не спит, и Наташа не спит. Внучка с мамой. У них там свои дела. Пока она с мамой. Садик. Потом у нее кружки. Драм-кружок, кружок по фото. Ей еще и петь охота. Да и у нас кое-какие дела. Скоро все увидите, все узнаете. У меня прическа, как никогда. Вы мне скажите, мои анастейшин, Иришка и Заринка, Сабринка и Максутка. В общем, все под контролем, Моноса звонит, да? Я надеюсь. В начале эфира, дорогие мои подписчики, любимые мои, ненаглядные, я вам говорила, что у меня кардинально поменялся режим. У меня и так его не было. А сейчас вообще все пошло по печени. Режима нет. Ночь и день поменялись местами. А именно, ночью я бодрствую. Естественно. Молодец, умница. Над, ты подметила, как я с твоими людьми пообщался. Прикольно, прикольно. Молодец, котенок. Так вот, а именно, ночью я бодрствую. Куда ты, вы, от нас терпи... Теперь... Это точно, мы теперь от вас никуда не денемся, милая моя. Ночью я бодрствую, собственно, а днем я сплю. У вас очень ждет много всего интересного. В каждом интересном должна быть своя интрига, интригующая, интрижечка, интрижуречка. Вот. Был такой один день, когда я встала в 21.00. И тут началось. Сначала я не поняла, сколько суток я проспала. Потом я, когда пришла в себя, я поняла, что я уснула с 11.00 дня до 21.00. Причем у меня такой сон. Кричи, ори, сверли, стучи. Мне пофигу. У него есть я. Ты понимаешь? У него есть я. Больше нет. Настя, но в июне у Наты с Юлией и Игорем встреча уикенд в Питере. Здрасте. Врешь. В июне Юлька в Москву собирается-то. Ребят, зачем вам знать, сколько мне лет? Лет мне много. Вы что, не видите? Вы что, слепы? Кстати, мне нужно делать блефоропластику. Наташа, ты кто? Да я обращаю внимание. Это 100-летний мой подписчик, который всегда вот такими фразочками общается. Ты даже можешь не обращать внимания. А если ты спрашиваешь, кто такая, Юля Жукова? Или про кого ты спрашиваешь, моя рыбка? Так вот, я подумываю о блефоропластике верхних век. Что скажете? Потому что, видите, у меня веки тяжелые, опущенные от моей житухи, от нелегкой работы, от тяжелой жизни. И я так думаю, что мне нужно сделать блефоро. Я уже хочу это сделать год. Нестер – это особый случай. Я даже на него не обращаю внимания. Это бесполезно. То есть, да-да-да, нет-нет-нет, и все. Нестер – это давний мой поклонник. Причем ему там лет, наверное, меньше, чем тебе. Смотри, Нестер, так как мы выяснили, что... Все, я спать, сладких снов, целую Таню за меня тоже. Давай, пока, всем привет. Нестер Петрович, смотри. Так как мы выяснили, что в июне Юлька едет сюда, спокойной ночи, сладких снов. Я тоже, кстати, сейчас буду заканчивать, потому что я хочу покурить полноценную нормальную цигарку. Так как мы выяснили, что Юля в июне едет сюда, соответственно, мы уже передумали, переглянулись и решили, что в Питер мы поедем, наверное, в июле. Вот, и встреча будет в клубе «Адмирал». Мы туда, когда ездили, Таня ходила с девчонками и Сережей в этот клуб. Говорят очень хорошо, а я лежала, как лягушка на кровати, и все, наслаждалась. Телек, я, след, детективы, и все. И Петербург. Только я могла приехать в Петербург на три дня, пролежать все это время в отеле, выйти и поехать дальше на вокзал. Итак, дорогие мои подписчики, я была очень рада, что вы были со мной на протяжении всего этого часа. Я вас всех люблю, целую и обнимаю. Обещаю, что буду выходить в прямые эфиры почаще, общаться с вами, и мы будем с вами обсуждать все насущные проблемы, начиная от блогеров, заканчивая ценами в стране. Всех люблю, целую, всем пока-сики. Как теперь это завершить? Как это завершить? Продолжение следует...